Привет, друзья! Зачем трогать грязное белье помазанников? Зачем копаться в грязном белье? Наверное, вы слышали такие возгласы, наверное, некоторые из вас в них верят. Хотел бы по этому поводу поговорить. Конечно же, не о самом грязном белье я сегодня буду говорить, но о нашем отношении к грязному белью больших помазанников. Вот. Уже, конечно же, когда мы подразделяем верующих на больших помазанников и на маленьких помазанников, и на помазанников, мы вообще уже, конечно, смотрим на все эти вещи неновозаветным взглядом. Писание говорит, что Иисус есть единый помазанник, и во Христе Иисусе все мы, все верующие, все мы имеют внутри себя помазание от Него. Каждый верующий в Господа Иисуса, распятого и воскрешего, имеет внутри себя помазание от Господа Иисуса Христа. И подразделять сегодня церковь на помазанников и на людей, которые не могут осуждать и критиковать помазанников, а должны раболепствовать помазанникам, это совершенно неновозаветная вообще идея и неновозаветное учение. В Новом Завете написано, что все мы верующие есть священники, все мы христиане есть царственное священство. Ни один барин, ни один царь, ни один просто какой-то правитель в церкви просто восседает на троне, а все мы должны быть царями, все мы должны царствовать вместе во Христе Иисусе, как написано в римлянам, посредством единого Иисуса Христа царствовать в жизни. Все мы должны, вот, и все мы должны священнодействовать в Святом Духе, каждый в своем одаре. И подразделять людей сегодня в церкви на священников, на помазанников, на определенную кассу и элиту духовную, которую как бы не нужно критиковать и осуждать, это вообще неновозаветный взгляд. Но впрочем, давайте перейдем к грязному белью, и сегодня есть такое мнение, что нельзя поднимать грязное белье, нельзя вообще говорить о грязном белье, вот. Нужно просто распространять Евангелие и так далее, Бог сам разберется с каким-то грязным бельем. Давайте откроем книгу Левит и 16 главу, и здесь со стиха 3 Господь дает такие уставы. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с обном во всесожжение. Здесь говорится о священнике, о первосвященнике в народе. И сегодня на Иисус у нас первосвященник. Но во Христе Иисусе каждый из нас является священником, который должен священно действовать посредством Святого Духа. То есть, когда мы читаем эти строки, мы не говорим только об одних пастырях церкви. Каждый из нас должен выходить во святилище, во святое святых. Не супер помазанник, не лидер динаминации и супер апостол только входит во святое святых и приносит нам от Господа из святого и святых откровение, которому мы, простой народ, честной, простая челя, должны быть послушными. Нет. Каждый сегодня посредством крови Господа Иисуса Христа имеет доступ во святилище. Через кровь Господа Иисуса Христа написано «Все мы имеем доступ во святое святых». Каждый из нас сегодня является тем священником, который может входить во святое Божье в присутствие и должен входить. Но должен входить не просто, а каким-то образом. Вот с чем должен ходить с телецом в жертву за грех. И этот телец есть агнец распятый. С верой в Господа Иисуса Христа, который является жертвой за грех, мы должны входить во святое святых. Стих четвертый. Священный льняной хитон должен надевать он, и нижнее платье льняное добудет на теле его. И льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Головной убор, льняной кидар. Это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И мы видим, что каждый священник, каждый христианин, это касается каждого христианина, должен входить во святое святых, одевая определенные священные одежды. И это не есть физические одежды. В Новом Завете не имеют значения физические, религиозные, балахоны, различного рода колорадки, там какие-то различные мантии. Это вообще Богу не интересно в Новом Завете. Бога интересует духовная одежда. Ты должен одевать священный льняной хитон. Это внешние одежды, которые символизируют твое внешнее святое праведное поведение. Лен, он белого цвета или чуть-чуть желтоватого цвета, это признак всегда святости. В Новом Завете написано в книге Откровений, что церкви давно было одеться в льняные одежды, которые есть праведность святых. В весон белый, который есть праведность святых. Это праведный образ жизни. Каждый христианин, будь то помазанник, как мы его называем, к сожалению мы так называем, будь то любой христианин обязан, входя во святое святых, а он обязан входить туда, одевать одежды праведность и вести праведный образ жизни. И также нижнее платье добудет на теле его. Помимо внешнего хитона, священник должен одевать нижнее платье льняное, нижнюю одежду льняную. Это знаете что? Это внутренние твои мотивы, твои мысли. Не только внешне нужно одеваться праведность сегодня. Нужно внутри, в мотивах, в мотивациях, в твоих намерениях, в твоих мечтах, в твоих целях и планах быть праведным. Можно сегодня проповедовать Евангелие, говорить слово с кафедры, но мотивироваться скрытыми мотивами эгоизма, допустим, корысти финансовой, или мотивами собственной человеческой славы, самоутверждения, продвигая, пиаря свое имя, делать какие-то дела для Бога. Итак, праведная одежда, нижняя должна быть, это нижнее белье должно быть из льна, белая незапятнанная одежда. Вот, и тут написано, что человек, священник, должен омывать тело свое водою и надевать эти чистые одежды, подразумевая, что одежды тоже чистые. Священник не должен входить во святой святую в грязных одеждах, священник не должен быть в грязных одеждах. И когда мы сегодня говорим о грязном белье помазанников или больших служителей, к сожалению, мы так говорим, мы должны понимать, что не должно быть этого грязного белья. Мы все согрешаем, мы все можем запятнаться, и об этом говорит священное писание, но задача наша вовремя выстирать белье, внешнюю одежду свою, выстирать, покаяться, переосмыслить свое поведение, очистить свои мотивы. Это не есть правильно, когда священник входит в грязных одеждах, в одежды, которые пропитаны зловонием человеческой греховной плоти. Сам грязный и служит Господу. И весь народ видит и из этого притыкается. И кто-то говорит, вот, ну ты не должен смотреть на помазанника, Бог с него сам спросит. Давайте посмотрим в Новом Завете, что говорит Новый Завет по всему этому поводу. Послание к Галатам. Павел пишет Галатийской церкви и глава вторая. И Павел пишет, когда же Петр, стих 11, пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Петр делал неправильные вещи. Как бы назвали мы его сегодня помазанник, суперапостол, Петр так себя не называл. Петр просто назывался Петр, я Петр. И все называли его Петр. Его не называли апостол, апостол, пастор. Его не называли на вы даже. Петр был прост, да, как весь Новый Завет, как служение Иисуса и учения Иисуса просты. И когда Петр пришел в Антиохию, то он подвергался нареканию. То есть люди видели, что Петр поступает неправильно. И люди где-то осуждали Петра, и люди где-то говорили, что Петр неправ. И Павел, увидя, что Петр неправильно поступает, и то, что он подвергается нареканию, он лично противостал апостолу Петру. Он не побоялся противостать апостолу Петру, первому, одному из первых апостолов, одному из первых двенадцати апостолов. И стих 12 Петр до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал атаиться, устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но что сделал сильно греховного Петр? Он разве спал с кем-то из членов церкви? Он где-то, может быть, роскошествовал где-то, или что-то наркотиками торговал, или употреблял алкоголь. Что сделал аморального сильно Петр? Он всего лишь лицемерил. Он всего лишь как бы был двулечен где-то. Это, в принципе, не такой большой грех, как мы на сегодня можем взвесить и оценить, да? Но этот грех видели многие. И когда апостол Павел увидел, что грех Петра виден многим, он лично противостал ему. Он стал против него, противостал. Он стал лично обличать апостола Петра и не побоялся. Он не стал закрывать глаза на какое-то грязное белье. Не должен, как считал Павел, Петр иметь грязного белья. Мы все можем загрязниться, мы все можем вспотеть, мы все можем делать ошибки на жизненном пути, но главное омыться, очиститься, постирать и внутреннее белье, и внешнее. В грязном белье не гоже ходить. И так же не гоже, если человек ходит в грязном белье, закрывать глаза на это белье. Вот и все. Никто не копался в этом грязном белье Петра, но просто оно же было видно многим. Он подвергался нареканию. Вместе с ним лицемерили и прочие идеи. Так что Варнава был увлечен лицемерием. Даже Варнава проглотил это лицемерие, был увлечен, был обманут этим лицемерием. И сегодня так называемые большие помазанники, они согрешают, и многие люди принимают это все, этот грех, за чистую монету. Они прогладывают это все, как и Варнава, даже один из апостолов, он проглотил и не видел этого всего. Хотя другие люди, они видели и подвергали нареканию Петра, и Павел сам увидел. И когда стих 14, когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельски, когда Павел увидел, что не прямо поступает Петр по истине евангельски, не по истине, не в соответствии с евангельской истиной Павел поступает, то Петр сказал Петру при всех. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-удейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-удейски? И мы видим, что Павел, он прямым образом, при всех, публично противостал Петру. Он публично Петра обречил в том, что тот не живет по истине евангельски. Если сегодня кто-то из апостолов, из больших служителей, как мы их называем, или любой другой человек не живет по истине евангельски, мы имеем право и возможность, и мы обязаны сказать этому человеку и публично, как это апостол Павел делал Петру. Вот и все. Павел не верил в вашу доктрину, в современную доктрину, типа закрывать глаза на грязное белье и не копаться в грязном белье. Он, наоборот, при всех публично указал Петру на его грязное белье. Давайте откроем послание апостола Иакова. И здесь Иаков в 4 главе пишет церкви, он пишет со стиха 11. Не злословьте друг друга, братья, если кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? И говорится так, не суди ближнего, ничего не говори про ближнего. Ты кто, законодатель, что ли? Ты кто, судья? Не злословь ближнего, не обличай ближнего, не обвиняй ближнего и так далее, и так далее. не поднимая это грязное белье. Но что значит не злословить буквально в греческом тексте? Это слово означает каталалео, буквально означающее в греческом языке наговаривающий. Это ложное обвинение. Злословить ближнего это не есть как бы конструктивная критика, это не есть правильно говорить, как когда-то мы сейчас читали, Павел прямо сказал, Петр, ты не поступаешь поистине евангельской, ты лицемеришь, он правильно и прямо четко сказал, как оно есть. Злословить это наговаривать, это выдумывать просто, это просто поливать даже грязью. Кто-то говорит, зачем меня поливают грязью? Друг, тебя не поливают грязью, ты весь в грязи, тебе на грязь просто указывают. Ты оброс грязью, обрес нечестием, оброс беззаконием, и тебя не поливают вообще грязью, ты давно сам себя своими грехами полил, ты сам эту грязь произвел, тебе просто на нее указывают. И указывают публично, как это делал апостол Павел Петру. Итак, злословие это есть наговаривать. И имеется в виду, апостол Иаков пишет, говоря, что нельзя судить ближнего, он говорит о неправомочном суде, о неправильном суде, о ложном каком-то суде, о неконструктивной какой-то критике. Посмотрите, он говорит о том, что нельзя злословить ближнего, судить нельзя и так далее. И дальше что делает? В стихе 13 апостол Иаков продолжает, теперь послушайте вы, он обращается к какой-то категории верующих. Вы, которые говорите, сегодня или завтра мы отправимся в какой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, который, он обращается к конкретной категории в церкви, к каким-то людям. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы, обращается к категории определенной людей, вы по своей самонадеянности, по своей надменности четлавитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Как так? Разве Иаков до этого не писал, что нельзя судить, что не нужно злословить? А здесь он говорит четко, вы надменные, вы тщеславитесь, вы делаете зло, вы такие-то, такие-то, такие-то. Мы видим четко, что Иаков, сам говоря о том, что нельзя судить, он судит, но он судит судом праведным, он обличает, и он делает это публично, обращаясь к определенной категории людей. Вот, и каждый, он говорил про каких-то людей, которые говорили, мы скоро уедем и будем получать там прибыль, то-то и то-то, хвалились. И когда человек, когда это письмо читалось в собрании, человек мог услышать, что это про него, и все могли понять, вот про кого говорит апостол Иаков. Другими словами, мы видим, что Иаков, говоря, не судить, судил, но не наговаривал. Он обличал, и это была правильная, конструктивная такая критика и прямое обличение. Он говорил, что греховно в церкви иметь надменность, вы по своей надменности чеславитесь. Надменность – это самомнадеянность, или в другом переводе – самомнение. Сегодня церковь полна самомнения, церковные лидеры полны самомнением, гордыней, собственным «я». Люди кичатся своим «я», просто своим видением, своим религиозным авторитетом. Это надменность, это есть такая надутость, самопиар – это греховность. Вы по своей надменности чеславитесь. Человеческая слава, человеческая популярность – это грех и зло. Всякое такое тщеславие есть зло. Это беззаконие и зло, говорит Иаков. Также в 4 главе Иаков критиковал церковь, говоря в 4 стихе «прелюбодеи и прелюбодейцы». Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Мы видим, что Иаков конкретно критиковал церковь и обличал церковь, говоря, что греховно – это то, что церковь дружит с мирскими ценностями, с мирскими приоритетами, с похотью этого мира. Вот и все. Что мир просто вливается в церковь. Давайте посмотрим в 5 главе у Иакова. Он говорит с 1 стиха «послушайте вы, богатые». Читающие эти строки, слушающие эти строки в собрании, люди богатые, они могли просто обличаться. И все могли смотреть на них, потому что к ним эти строки были обращены. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Иаков конкретно угрожал, вы скажете, он угрожал богатым в церкви, верующим в церкви, надеющимся на свое богатство, хвалящимся своим богатством, полагающимся как бы свое упование на свое богатство. Он говорит, на вас бедствия придут, бедствия находят на вас, богатство ваше сгнило и одежды ваши изъедены молью. Люди просто приходили в церковь и кичились своим богатством, своими дорогими одеждами. Как сегодня в церкви стало популярно просто делать упор на одежды, на роскошество и убранство, внешнее убранство церкви, на дорогую аппаратуру, прекрасные залы, модные клубы, в которых собирается церковь. Это стало фишкой какой-то в церкви. Он говорит, богатство ваше сгнило, на небеса это не придет. На небеса вы придете, и это все будет сгнившим. Одежды ваши, крутые, модные одежды, они изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас. И съест плоть вашу. Он пугает реально, как адом, когда плоть будет сожжена и съедена. Съест плоть вашу, как огонь. Вы собирали себе сокровища на последние дни. Он обличает роскошествующих людей в церкви. Людей богатых просто, кичащихся своим богатством. Говорят, что это последние дни вашего счастья. Слушайте, это очень строго. И разве это осуждение? Разве он злословит? Нет. Это конструктивная критика. Вот, говорит, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши. Вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофу. Он говорит, что вы должны, если люди на вас работали, давать им плату. И сегодня модно даже в церкви Саваофу шевырять людей на деньги. Не отдавать людям деньги. Взял долг на неделю, не отдал. Через полгода еле-еле по требованию тому, кому должен, все-таки отдал человеку деньги. Это не есть неправильное свероломство. Это есть нарушение договоров. И сегодня есть христианские такие бизнесмены, которые нанимают людей и не платят им деньги. Это беззаконие. Иаков это критикует. И разве он злословит? И разве он наговаривает, выдумывает что-то? Нет, он говорит так, как оно есть. И разве Иаков закрывает глаза на грязное белье церкви? Мы не видим это. Обвиняя Ичиславия и всякую надменность, и кичащихся своим богатством, Иаков высказывает конструктивное обличение критику. Стих пятый. Вы роскошествовали на земле и наслаждались. Многие христиане сегодня живут для роскошества и наслаждения. Как и писал когда-то Павел, они более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Любят сласти этого мира, любят дешевую такую популярность, такие инстаграмы, просто лайки. Любят, в общем, все сласти этого мира. Эту славу, всякую похоть, плоти, похоть житейскую и человеческую славу, гордость житейскую. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день заклания. Вы осудили и убили праведника, он не противился вам. Роскошество и самонаслаждение эгоистично, это то, что убивает Христа Иисуса. Вы убили праведника. Вот это убивает праведника. Сегодня церковь, что такое роскошь? Роскошь это излишества определенные, в какие-то условия, в каком-то комфорте. Это то, что не нужно. Сегодня церковь, она стремится к излишествам каким-то. Она стремится сделать подороже зал, чтобы помягче сиденья, побольше аппаратуры, по видео, чтобы было качественнее служение, побольше блеска и пафоса какого-то. Мы тратим деньги на то, что является роскошью вообще, что в принципе оно в Новый Завет, но за эти церковь на это вообще не тратилась и вообще в эту сторону не смотрела. Вот это вот роскошество, оно убивает праведника Господа Иисуса Христа. И оно написано, он не противился вам. Итак, Иаков, говорящий о том, что нельзя злословить, злословит ли? Иаков, говорящий о том, что нельзя судить, не судит ли? Иакова 3 глава, он говорит в стихе 14, что церковь, вы в церкви имеете в сердце горькую зависть и сварливость. Стих 16, он говорит, где зависть и сварливость, там не устройство, все худое. Зависть и соперничество. Церковь полна завистью, враждой, соперничеством. Внутри церкви люди бьются за кафедру, люди бьются просто за место, быть лидером прославления, выносить стакан проповеднику и так далее. Быть поближе просто к ореолу славы великого помазанника в церкви старшего, там епископа или пастора. Люди просто стремятся прокарабкаться по карьерной церковной лестнице. Есть зависть, взаимное соперничество и вражда. Это и есть Иаков конкретно, он обличает церковь в этом. И он говорит, что это вся мудрость, это земная душевная бесовская. Бесы действуют церкви, бесы действуют через это в народе божьем. А во второй главе Иаков вообще говорит, стих 4, что вы пересуживаете, вы, которые большее благоволение к богатому в церкви оказываете, к богатому человеку обеспечен, нежели к бедному. Вы пересуживаете и вы в себе пересуживаете, становитесь судьями с худыми мыслями. Он говорит, стих 6, вы презрели бедного. И стих 9, если вы поступаете таким образом с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Мы видим, что Иаков в каждой главе практически обличал, выказывал конструктивную жесткую критику. Он говорит, вы преступники, вы судьи с худыми мыслями, вы просто лицеприятие делаете и грех вы делаете и так далее, и так далее. Мы видим, что Иаков, говорящий не судить, судил, но он судил судом праведным, друзья. И так, Иаков закрывал ли глаза на грязное белье? Никоим образом. Давайте посмотрим, что Петр делал. Во втором послании Петра, во второй главе с первого стиха Петр пишет, были лжепророки в народе, как и у вас верующие, у вас верующие. Петр публичное послание пишет, у вас будут лжеучители, которые ведут погубные ереси, и многие последуют их разврату. И стих 3, и эти лжеучители из любостяжания, из корости, финансовой корости будут уловлять вас лестивыми словами. И так, Петр просто не закрывал глаза на грязное белье, говорил то, как оно есть и то, как оно будет. И он говорит, стих 13, эти люди, они получат возмездие за беззаконие, и обо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Петр этому противился. Почему сегодня мы осуждаем людей, которые просто возмущаются, что церковная элита, они живут богато, они, питаясь за счет церкви, собирая пожертвования от церкви, десятины от церкви, которых не было в первой церкви, они живут роскошно, они ездят по курортам, они отдыхают, они роскошествуют. И мы сегодня говорим, не смей поднимать белье помазанника, закрой глаза. Петр говорил про этих людей, что они получат наказание, возмездие за это беззаконие. Петр называл это беззаконием, и Петр критиковал это удовольствие во вседневной роскоши. Он называл их срамниками и осквернителями, что они наслаждаются обманами своими. Петр говорил, что они врут, они вас обманывают, люди говорят, они вас дурят. И они наслаждаются, имеют какое-то наслаждение, какую-то выгоду, какое-то благословение, в кавычках, от своих обманов. Они просто вас обманывают и наслаждаются этим просто. У них жизнь сладкая благодаря их обманам. И они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострасией, непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Многие неутвержденные христиане будут обольщены. Обольщение это верить в неправильное как правильное. Петр пишет, многие неутвержденные христиане пойдут за этими лидерами, за этими учителями, за этими лжепастырями, лжеапостолами. Когда-то Иоанн вообще писал в откровениях, что Иисус говорит церкви, ты хорошо сделал, что испытал тех, которые называют себя апостолами. Они не таковы вообще. Ты хорошо сделал, что ты испытываешь, что ты не всем веришь, ты хорошо делаешь. Итак, мы видим вообще вся глава 2 Петра, 2 глава, это вся глава такой критики и обличения, когда Петр просто выступает очень жестким категоричным образом против религиозных лидеров, которые просто волки в овечьей ошкуре. Давайте посмотрим дальше. 1 Иоанн, а что же пишет Иоанн? Иоанн пишет в 18 стихе во 2 главе 1 Иоанн, он говорит, дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист. И теперь появилось много антихристов. В религиозной среде в церкви много антихристов. Кто такой антихрист? Кто такие многие антихристы в религиозной церковной среде? Антихрист, эта приставка анти в греческом языке означает против и вместо. Вместо и против. Антихристы это тот, кто вместо Христа. Любое ее явление, кто-то или что-то, становящееся в жизни человека в церкви вместо Христа, это есть явление духа антихриста. Когда человеческий помазанник, когда деноминация становится в жизни человека вместо Христа, когда человек вместо того, чтобы знать Христа, он знает лидера, иерархичную систему помазанника, он движется за видением помазанника. Для него помазанник и видение помазанника человека, это вот суть всей религиозной жизни, жизни в вере. Это есть антихрист. Много антихристов, много сегодня таких лидеров. Иоанн об этом писал, который ставит себя вместо Христа в жизни человека. Сегодня много антихристов. И мы познаем, что из этого познаем, что последнее время они вышли от нас, говорит Иоанн, но не были наши. Они вышли от апостолов. Они вышли из среды новозаветной церкви. И сегодня вот все антихристы, все такие помазанники, которые на место Христа в жизни человека становятся, они выходят из среды апостолов. Они сначала основывают свое учение на апостольском учении, на Библии. Но постепенно они выходят из среды апостолов, из среды учения апостолов. Они выходят за рамки посланий Павла. Они неверно интерпретируют их. Они выходят за рамки учения Петра, учения Господа Иисуса Христа. Они выходят от нас. Почему? Да потому что изначально не были наши. Итак, Иоанн говорит, что много будет этих антихристов. И он не закрывает глазам так называемое грязное белье. 1 Иоанна 4 глава, с 1 стиха Иоанн пишет, «Возлюбленные, он говорит церкви, не всякому духу верьте, но проверяйте, испытывайте духов, от Бога ли они». Потому что много лжепророков появилось в мире. В религиозной среде, в церквях будет много лжепророков. Много будет лжепророчествующих, вещающих ложные откровения, как бы от Бога. Об этом говорит Иоанн, друзья. И он повелел не принимать всякого. Всякое пророчество, всякий дух, всякое духовное проявление. Сегодня церковь полна левыми духовными проявлениями, ложными духовными проявлениями и ложными пророчествами. Вот. И Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте. Так пишет Иоанн. И он дальше продолжает. И всякий дух, который такой-то, такой-то, это дух антихриста, о котором вы слышали. Дух, который подменяет собой Христа. Дух антихриста, вы слышали, что он придет и есть уже в мире. Видите, Иоанн прямым образом высказывает критику какую-то. Дети, он говорит, вы от Бога и победили их. Он говорит, что между вами и этими антихристами будет конфликт, будет борьба, будет война, будет битва. Но вы должны их победить. Будет битва, будет какой-то конфликт, не физически, но конфликт духовной брани. И не между, даже не с духом антихрист, а с людьми-носителями этого духа. С людьми-носителями ложного пророчества и ложного христианства будет конфликт. И вы от Бога, дети, и вы победили их. Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. А вот эти вот люди, они от мира, они рождены от мира. Потому и говорят по-мирски, и мир их слушает. И он говорит, что многие в миру будут этих религиозных антихристов, этих как бы христианских лидеров, будут слушать, идти за ними. Потому что они говорят по-мирски. Потому что они распространяют под религиозной личиной просто мирские ценности. Что такое мирские ценности? Все, что в мире похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Учение преуспевания. Приди, Бог тебя благословит. Бог тебя поднимет. Бог тебя, в общем, даст тебе все и так далее и тому подобное. Многие религиозные лидеры верят, что Бог для того, чтобы их избрал, чтобы дать им благословение и огромно поднять их, и дать им великий успех. Как будто Бога ничего больше не заботит, как дать человеку славу и успех. Как будто Бог, вот это его единственная цель. Иисус пришел прославить Отца. Иисус пришел отдать славу Господу. А сегодня Бог должен эту славу делиться с религиозным каким-то наместником по Мазарикам. Это бред вообще, это мирское. Гордость житейская проникла в церковь. Похоть, вот, похоть, плоти и очей. И он говорит, Иоанн, мы от Бога, слушающий Бога, слушает нас. Кого нас? Апостолов. Записанное Слово Божие. Новый Завет. Тот, тот Бога, слушает апостолов. Не нас, местных помазанников. Не нас, местных таких лидеров христиан. А вот, слушает кого нас? Апостол Иоанна и других апостолов. Если сегодня какой-то лидер, он не слушает написанное Слово Божие, от Бога ли он? Не от Бога он. Вот. Посему-то узнаем Духа Истины и Духа Заблуждения. Хочешь узнать вот этот религиозный лидер, в Духе Божьем ли он или в Духе Заблуждения? Посмотри, насколько он слушает апостолов, Слово Божье. Если он слушает апостола Иоанна и других апостолов, то в нем Дух Истины. Из этого мы узнаем, что Дух Истины в нем, а не Дух Заблуждения. Если отвергает прямым образом новозаветные послания апостолов, то, конечно же, в нем Дух Заблуждения. И так Иоанн тоже, как и Петр, как и Аков, выступал с критикой. Во втором послании Иоанна, в седьмом стихе он говорил, Иоанн прямо, что многие обольстители вошли в мир. В религиозный мир, в церкви вошли многие обманщики, обольстители. Кто такой обольститель? Это тот, кто заставляет верить в неправильное, как в правильное. Многие верующие сегодня, ходя в церковь, веря в Бога, они верят в неправильное. Они в неправильную религиозную практику, неправильные религиозные доктрины верят, но как в правильное. Они твердо убеждены, что они правильные. Они твердо дают десятину, веря, что это правильное, не понимая, что это вообще неправильное. И этого не было в ранней церкви. Они следуют за лидером, веря, что это Бог так задумал, что ты идешь за человеком, и спустя какое-то время Бог тебя поднимет. И благословить, что нужно следовать за человеком, нужно распространять это николаидство, это правильно, они так думают, они в это верят. Потому что пришли обольстители и обольстили их. Многие обольстители пришли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, или в другом переводе, не говорящие то же, что говорил Иисус Христос. Пришедший, приходящий во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Кто такой обольститель? Кто антихрист? Кто становится вместо Христа? Тот, кто учит тому, чему Иисус не учил. Кто выходит за рамки Иисусова учения или неверно его интерпретирует. И стих 9, Иоанн пишет, всякий приступающий, переступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит этого учения, не принимайте этого в дом, не приветствуйте его. Потому что приветствующие его участвуют в злых делах его. Иоанн с жесткой критикой обрушился на так называемых религиозных лидеров, которые просто обманщики. Они обольстители, они просто антихристы. Он критиковал прямым образом, судил ли он, злословил ли он. Нет. В 3 послании Иоанна, в 9 стихе, он вообще переходит на личности и пишет, «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о тех делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, или в другом переводе не принимает власти братьев». То есть есть такие религиозные лидеры, которые не принимают власти братьев. Это картина вообще большинства церквей. Это картина пирамидальной, вертикальной, иерархичной власти, когда есть лидер, и он никого не принимает, кроме лидера, которого над ним. А над ним есть лидер, у которого есть лидер еще над ним. А над тем еще есть лидер. И в конечном итоге мы упираемся в то, что над всей пирамидой стоит какой-то лидер, который никому не подотчетен. И это вообще есть выдуманная, взятая из мира просто система пирамидальной, иерархичной власти. Диотреф не принимал братьев, не принимал увещеваний, обличений, наставлений, советов и власти братьев. И изгонял из церкви. И он прямо называл это имя грешащего тем, что он любит первенство, любит единоличную первенственную власть в церкви. Любит иерархичность, следование за лидером. Любит, когда все идут за ним. Он прямо обличал этого человека. Сегодня церковь полна диотрефства, к сожалению. Сегодня это практикуется прямым образом. Система диотрефства в церкви стала родной. Иоанн прямым образом это все обличал и критиковал. Вот и все. Давайте посмотрим Иуды. Послание Иуды. 8 стих. Здесь тоже апостол. Мы говорим апостол. Что вообще они пишут? Так точно будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злослоят высокие власти. Есть определенные греховные мечтатели. Или буквально в греческом слово мечтатель означает сновидцы. Есть люди. Церковь полна различных людей, которые ездят, рассказывают свои сны. Я верю в сны. И есть сны от Бога, конечно же. Есть откровения, видения от Господа, дары Святого Духа, любое проявление Духа может быть. Но есть люди, которые просто рассказывают ложь. Просто рассказывают какие-то сны, свои откровения, свои какие-то видения, свои какие-то переживания. Много вот этих таких лжепророчествующих людей гоняют по церквям и просто проповедуют. Я видел видение, что будет большое пробуждение. Они уже, не знаю, многие годы притрекают какие-то пробуждения и ничего не исполняется. Это просто люди это делают. За что? За мзду. И стих 11 говорит о том, горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды. Эти мечтатели и сновидцы, почему они проповедуют вам это, эти пробуждения? Потому что они просто хотят мзду. Они обольщены мздой. Они верят, что обольщение, они верят, что суть христианства, это просто распространять какие-то убеждения, получать за это деньги. Они обольщены этой мздой. Они любят эту мзду финансовую корысть. Сегодня финансовая корысть и мзда, это просто стало в церкви, это нормальным. Сегодня едешь на конференцию, обязательно есть просто везде обязательное пожертвование, обязательный взнос за деньги. Как пророк пророчествовал, священники учат за плату, и пророки пророчествуют за подарки. Это грех, это беззаконие. Об этом Петр писал, что эти люди, они, 2 Петра 2 глава стих 13, они получают возмездие за свое беззаконие. И они полагают удовольствие во вседневной роскоши и так далее. И они, стих 11 дальше 2 послания, они, их сердца приучены к любостяжанию. Сегодня религиозные деятели, лидеры, помазанники, грязное белье, о которых ты не имеешь права трогать, они приучены к любостяжанию, к корысти. Приехал, получил, собрали пожертвования. Приехал, получил, приехал, люди не работают. Люди просто проповедуют за деньги. Люди распространяют дары Святого Духа, которым Бог дал, если им Бог дал, за деньги. Это сыны проклятия. Люди, которые, сердца которых в христианской среде приучены к любостяжанию, это сыны проклятия. Это сыны проклятия. Петр не стыдился таких слов. Вот. И сегодня корысть, мзда, это все, об этом Иуда писал, Петр писал. Это все стало таким родным в церкви. Вот. Давайте посмотрим еще Титу, что писал Павел. Мы уже к Павлу приходим. Послание к Титу. Первая глава. И со стиха 10 апостол пишет Титу. Он говорит... Он говорит такие вещи. Стих 10. Ибо много есть непокорных. Итак, Павел здесь пишет о епископах. Он именно пишет о поставлении епископов, руководителей в церкви, религиозных таких лидеров, как вы любите их называть, да, как кто-то их любит называть. И он говорит, что, ну, не нужно ставить абы кого, потому что есть много непокорных. Много, много среди тех, кто лидеры, сегодня есть непокорных. Они непокорны Богу. Они непокорны новозаветному учению. Они непокорны истине Божьей. Много. Сколько? Много, друзья. Павел не стыдился сказать, что в религиозной среде есть много тех, которые непокорны учению Господа Иисуса и Слову Его. Они пустословы. Они пустые слова, говорят. Пустые учения просто. Сами так не живут и учат ложным доктринам, неправильным. Много есть обманщиков. Много, друзья. В религиозной церковности не все слова Господу, но много. Есть обманщиков. Особенно изобрезанных. Каковым должно заграждать уста. То есть, другими словами, заставлять их замолчать. Затыкать их. В другом переводе. Как им должно заграждать уста. Им должно. Им должно. И сегодня есть братья, которые выступают открыто против этих так называемых помазанников, которые обманщики, обманывают людей, которые пустословы, непокорные. И заграждают им уста. И этим братьям говорят, зачем ты поднимаешь грязное белье? Ты не прав, брат. Зачем ты это делаешь? Кто тебя поставил обличителем и пророком и так далее? Им должно заграждать уста. Они развращают целые дома. Раньше церковь собиралась по домам. Целые церкви развращаются этими ложными учителями, ложными помазанниками, так называемыми. Им должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корости. Постыдная корость. Деньги собирают. Христианские семинары эти деньги собирают. Эти пожертвования постоянные. Эти поборы постоянные. Постыдная корость. И Павел пишет. Из них же самих один стихотворец сказал. Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Вот ленивые люди. Злые, эгоистичные, ленивые. Что делать? Пойду стану я христианским проповедником. Что? Не хочу копать. Не хочу трудиться. Не хочу на заводе работать. Пойду-ка я проповедовать. Придумаю-ка я новое свое служение. И это люди ленивые. И они красотолюбивые. И ты. Это свидетельство справедливо по сей причине. Обличая их строго. Обличая их буквально строго означает беспощадно. Обличая их сурово. Решительно строго. Чтобы они были здравы в вере. Потому что христианцы останутся нездоровым в вере из-за этих лжеучителей. Которые за свою корость и за свои лени распространяют просто неправильные вещи. Своим поведением отвращают многих людей от веры. И Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 7 главе сказал. Не судите, да не судимы будете. И дальше он ниже говорит в стихе 5. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза. Неужели Иисус, уча не судить, сам судил? Называя человека лицемером. Он жестко обличал. Лицемеры, гробы окрашены. Порождение ехидины. Как же он сам, уча не судить, судил? В другом месте Иисус сказал. Судите судом праведным. Другими словами выражение. Не судите, да не судимы будете. Означает не судите неправомочно. Не судите предвзято. Не судите неправильным судом. Дорогие друзья. Не наговаривайте, не клевещите. Но Иисус был сам за конструктивное обличение. Иисус очень много критиковал. Иисус очень много выступал против и говорил так, ну как бы жестко, называя вещи своими именами. И он говорит дальше, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а брена в твоем глазе не чувствуешь. И так как скажешь брату, дай я вынуть сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза. И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И Иисус не говорил, что не нужно высовывать сучки из глаз. Не нужно противостоять где-то, обличать. Он говорил, что прежде вынь бревно. Лицемер ты в том, что ты, живя во грехе, живя в грязной одежде, ты не стираешь ее, а других обличаешь. Он говорит, постирай грязную одежду свою. Да, бывает бревно в глазу. Да, бывает оступился ты. Покайся, постирай, очистись, обличай. Помоги ближнему сегодня не иметь грязного белья. И Иисус не сказал, что мы должны молчать, просто Бог разберется. Мы не должны обличать. Иисус наоборот говорит, что Павел писал, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. И многие-многие апостолы, как мы читали, выступали с прямой, жесткой даже такой, яростной такой критикой. Дорогие друзья, пусть Бог нас благословит. И Иисус Христос распился на кресте за нас, чтобы мы жили в вере в Него. И чтобы наши одежды, одежда нашего поведения и наших мотивов, чтобы наша внутренность была чиста. Если мы и согрешаем, нужно постирать эту грязную одежду. А если кто-то ходит в грязной одежде из этих религиозных лидеров, мы должны прямо говорить им это. Потому что так делали апостолы, потому что этому учит священное писание. С миром Божьим, друзья, и всем благословения и, в общем, благодати. Пока.